Итак, я раскрасила полностью камушки. И получается, конечно, очень похоже на камушки, такой серый цвет, но достаточно такой скучноватый. То есть, как-то немножко так все скучно и грустно. Можно попробовать добавить какой-то необычный цвет. Вот на этой части подставки, которая будет не видна, я сейчас попробую. Разные краски. Вот здесь у меня есть краска акриловая, интерферирующая, голубая. То есть, она придает такой необычный цвет. Вот сейчас мы и попробуем. Можно взять прямо с крышки. Так как этой краской я пользуюсь очень редко, я ее не набираю в шприц. Вообще, при нанесении на черный цвет, эта краска дает голубой оттенок. При нанесении на красный, такой оттенок ближе к фиолетовому. Если на свет вот так покрутить, повертеть, то есть, видно, что отливает таким голубоватым цветом. Есть еще такая же интерферирующая, золотая. Сейчас я тоже ее попробую. Она переливается уже таким золотым цветом. При высыхании она становится прозрачной, остается только блеск. Ну, я вот вижу, что она таким золотистым цветом отливает. И вот голубая. Есть у меня еще такая хамелеон сиреневая. Вот так она выглядит. Тоже при высыхании становится прозрачная. И еще серебристый металлик тоже сейчас попробую. Получается вот такой металлический эффект серебристый. Я, наверное, сейчас все эти камушки раскрашу интерферирующими красками и краской хамелеон. Серебристый оттенок брать не буду, так как он слишком становится ярким, таким металлическим. Я прокрашу не все камушки, а некоторые так выборочно. То есть, это придаст такой необычности нашей дорожке. Начну, например, с интерферирующей голубой. И так выборочно в некоторых местах. Это всего лишь варианты, которые можно использовать, можно не использовать. Можно было просто оставить все как есть. Можно изначально взять в серый цвет, добавить какой-то или серебристый металлик, или золотистый. То есть, это все на ваше усмотрение, на то, какими материалами вы располагаете. Ну вот, уже сейчас даже в тени видно, что камушки начинают переливаться разными цветами. Теперь золотая. То же самое добавлю на некоторые камушки. Краска эта не очень дорогая, продается в художественных магазинах, в магазинах канцтоваров, где продаются различные краски. Вот такая баночка 40 мл, где-то полгода назад стоила 50 рублей. То есть, цена у нее примерно такая же, как и у баночки гуаши или акриловой краски. И добавлю еще хамелеон сиреневую. Думаю, получится такое необычное сочетание. У нас и сирень присутствует, сиреневый цвет. То есть, вот таким образом, используя различные краски, можно немного разбавить скучный серый цвет. Потом я все это покрою акриловым лаком. А вот эту часть, лужайку, я прокрашу зеленой краской. И сверху приклею мох. Можно, конечно, не прокрашивать зеленой краской, но в том случае, если где-то мох не приклеится или со временем отклеится, то, возможно, будет просвечивать вот эта белая подставка. Вы можете любой краской, и акварелью, и акриловой краской. Можете также колер взять, но не в чистом виде, а также его разбавить либо клеем ПВА, либо белой водоэмульсионной краской. Я уже почти раскрасила полянку зеленым цветом. Раскрашиваю я вот такой акриловой краской. Изумрудная называется. Она темно-зеленая. И вот таким образом аккуратненько у ствола и прокрашиваю всю поверхность. Там в глубине нужно очень-очень аккуратно красить, чтобы не запачкать ствол. Прокрашиваю все участки. Если у вас тоже такой вот насыщенный красивый цвет, можно даже уже оставить в таком виде. То есть не приклеивать ни мох, ни какую-то искусственную траву. Можно оставить даже уже так. И это даже удобнее, если вы не будете ничего приклеивать, потому что весь этот мох, это все очень красиво, но это собирает пыль. И ухаживать за таким изделием будет уже сложнее. Если здесь мы можем после того, как покроем лаком, слегка влажной тряпочкой все протереть аккуратно, то с мхом уже сложнее. Ну и теперь остается просмотреть с разных сторон, прокрасить, где может быть пропущены какие-то участки. Вот эти вот отверстия прокрасить желательно, которые для лампочек мы сделали. Не все, не полностью внутри, а так хотя бы, насколько получится. И вот таким образом закрасить все просветы. Это в том случае, если вы оставите зеленый, как есть, без мха. Если вы будете что-то приклеивать, то, конечно, не обязательно все это закрашивать. Нам главное сделать основу. Теперь я дождусь, когда зеленая краска просохнет, и можно будет либо покрывать лаком, либо приклеивать мох. Теперь я покрою лаком все дерево полностью, и подставку тоже, кроме вот этого места, куда я буду приклеивать мох. Сейчас я лаком покрою и все вот эти веточки, которые мы обматывали тейп-лентой, чтобы она была не липкая, чтобы пыль не собирала. Также ствол и подставку. Лак у меня акриловый из строительного магазина. Для бани-саун он более влагостойкий. И даже если мы попадем где-то на бисер или на проволоку, ничего страшного, потому что лак при высыхании становится прозрачным. Я отогнула в разные стороны веточки, чтобы не был доступ ко всем веточкам. И вот таким образом я сейчас прокрашу, покрою лаком весь кустик. И вот эти стволы, и вот эту всю подставочку. Примерно через 2-3 часа лак высыхает, подставочка становится полностью сухой, камушки становятся более блестящими и гладкими. И ствол также становится гладким, блестящим. И теперь я приклею мох на вот эту зеленую лужайку. Приклеивать я буду на такой клей титан. Я беру клей спицей. Мне так удобнее его намазывать. Размазываю его по подставочке. Беру мох. У меня такой зеленый сушеный мох. И вот таким образом прикладываю его на клей. Промазываю клеем всю зеленую часть. И накладываю мох. Стараюсь его распределить более тонким слоем. Здесь все, что лишнее торчит, это все можно будет обрезать. Вокруг отверстие для лампочки также накладываю. У нас лампочка будет от гирлянды. Она практически не греется, еле-еле теплая. Поэтому это безопасно. И вот таким образом по всей поверхности, где у меня зеленая краска, я приклеиваю мох. Я приклеила мох и начала расправлять соцветия и листики. Вот эту часть я уже расправила, чтобы вам более-менее стало понятно, что будет из себя представлять кустик сирени. И вот эту часть белую я еще не расправляла, чтобы показать вам, как расправить. Расправлять я начинаю с нижних веток. Мы помним, что у нас на каждой веточке есть два соцветия и по центру зеленая ветка. Вот одно соцветие мы оставляем вверху. Расправляем там листики. И нижнее соцветие разворачиваем таким образом, чтобы листики у нас смотрели вниз, соцветие вверх. Вот эти листики мы можем подогнуть в любую сторону. Это можно сделать потом, даже когда у вас останутся какие-то пустоты. Вот ими можно будет заполнять, вот этими листиками можно будет заполнять пустоты. Берем следующую веточку. То же самое. Соцветие одно наверх, другое соцветие вниз. Точно так же. И листик куда-нибудь завернуть пока. Потом уже окончательно ему дать место. Третья веточка точно так же. Соцветие одно вверх, другое вниз. Если какие-то соцветия длинные, можно их даже вот так изогнуть, как будто они свисают вниз. Тяжелые грозди такие. И вот этот листик загнуть. И последняя веточка в нижнем ряду. Точно так же направляем все листики туда, где у нас есть промежутки незаполненные. Вот примерно таким образом мы сравняли. То есть вот все цветовые переходы. И переходим к верхушке. Здесь у нас две ветки с соцветиями и центральная ветка с листиками. Вот ветка с соцветиями. Одну ветку мы направляем в центр нашего кустика. Другую ветку расправляем здесь. И вот эту вот пустую веточку, одну без соцветия, мы направим потом туда, где будет пустота. То есть в любое место, где вам нужно будет заполнить пустоту. Теперь вот эту крайнюю то же самое. Одну ветку мы направляем в центр кроны. Другую ветку распределяем здесь. Можно немножко, если она здесь мешается, подогнуть ее туда внутрь. И вот эту веточку направить куда вам захочется. И остаются вот эти веточки. С ними поступаем точно так же. Направляем их в те места, где вы видите какую-либо пустоту. можно как бы немножко, чтобы он не был таким вот зажатым, этот кустик. То есть берете веточки какие-то и вот таким образом их немного выпускаете сюда на свободу. Таким образом кустик будет более пышным. И так по всему кругу. В общем, расправлять можете на свое усмотрение, по своему вкусу, как вам больше нравится, пушистый кустик или более такой спокойный. Пробуйте в разных направлениях. Если не очень сильно ломать веточки туда-сюда, с ним ничего не случится, они не отломятся. И можете пробовать, как вам больше понравится. Причем интересно то, что это вот не первая сирень, какую я делаю, делаю все сирени по одному принципу, по одному плетению и в одинаковом количестве веточек и соцветий. И каждый раз получается что-то новое. То есть нет трех одинаковых, например, работ или двух одинаковых работ. Каждая работа имеет какие-то отличия. потому что это ручная работа и тяжело сделать точь-в-точь. Вот примерно таким образом выглядит кустик сирени. вот с этой стороны. Как делать светильник в этом видео я показывать не буду, потому что все подробно уже снято в другом видео. Если хотите, можете посмотреть. Принцип у всех светильников, которые я делаю один и тот же. оформление может быть совершенно любым. Подставки, оформление, здесь декорирование самой подставки. Все на ваше усмотрение. Я вам хотела рассказать об оставшемся бисере, что с ним можно сделать. Смеси зеленого бисера я брала 130 грамм и у меня осталось примерно грамм 10 этого бисера. и я сплела вот такие веточки по 3 листика. Проволочка 30 сантиметров. У меня получилось 12 штук. Розового, белого и сиреневого бисера я брала по 60 грамм и у меня осталось каждого бисера разное количество. Больше всего у меня осталось смеси белого бисера. Я думаю, что это связано с тем, что вот, например, в розовом бисере я рубку не использовала. То есть здесь я брала конкретно по 7 бисеринок. В белой смеси я добавила рубку. Рубка большего размера и получается, что я брала не по 7 бисеринок, а где-то по 6 или даже по 5. То есть вот совсем крупная рубка. Я брала по 5. И получается, что у меня белого осталось больше. И белых соцветий из оставшегося бисера я сделала 17 штук. 9 соцветий розового цвета и 11 соцветий сиреневого цвета. Конечно, можно оставить этот бисер, если он у вас остался, смесь, на какую-то другую работу или, может быть, еще в сирень доплести. Но вот минимальное количество я вам показала. Вот столько достаточно. Вот эти оставшиеся веточки я сплела. И что из них можно сделать? То есть у меня получилось, вот я вам уже сказала, сколько какого цвета осталось соцветий и 12 зеленых. То есть я, например, возьму сейчас штучек 5 зеленых веточек для белых соцветий отложу. Три для розовых возьму и 4 оставшихся оставлю для фиолетовых. И что мы с ними можем сделать? Мы можем сделать из них маленькие, но очень красиво аккуратные кустики сирени, которые мы сможем использовать в любых композициях. То есть, например, вот мы берем три соцветия и листик и соединяем их вместе. Соединять можно на тонкой проволочке, можно на проволочке, вот на которой мы собирали толщиной полтора миллиметра. Можно собирать коричневой или зеленой тейп-лентой, какой вам будет удобнее. Я взяла вот такую медную проволочку, она 0,5. Вот таким образом сложу ее пополам, чтобы она утолщилась и была более упругая. скручу ее и вот эту заготовочку из трех соцветий зеленой веточки зафиксирую на этой проволочке. Сначала слегка скручу их вместе и теперь зафиксирую тейп-лентой. и как раз у меня было девять соцветий и три зеленых веточки. У меня получится три вот таких заготовки. И теперь соединив их вместе три веточки вот таким образом мы можем уже использовать этот кустик как дополнение какой-либо композиции. То есть можем его посадить как будто вырос новый молоденький кустик и вот он так весной обильно цветет. И то же самое мы можем сделать со всеми оставшимися соцветиями. Из белых соцветий я сделала шесть таких веточек и теперь можно их также оформить в какой-либо кустик. То есть вот например у меня три соцветия в центре и вот эти соцветия уже можно немного ниже вокруг них сформировать. Например вот таким образом получается такой вот кустик более пушистый чем вот этот розовый или или сиреневый такие кустики можно использовать так же как магнитик на холодильник сделать вот из остатков бисера можно тоже сделать что-то красивое для будущих композиций вот такая сирень если включить подсветку так она красиво светится особенно рубка очень заметно как она блестит и бисеринки просвечиваются получается очень красивый такой нежный свет эта съемка уже с лампочкой включенной в комнате немножко посветлее немножко более заметно что там происходит здесь вставлены 4 зеленых лампочки от гирлянды вот такая сирень получилась у нас в результате этого мастер-класса тему для которого выбирала победительница нашего конкурса который проводился для подписчиков надеюсь мы будем проводить еще такие подобные конкурсы спасибо всем за участие в конкурсе за просмотр этого мастер-класса надеюсь вы найдете для себя что-то полезное и желаю всем творческих успехов спасибо спасибо Продолжение следует...